Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы будем делать сломанную ножку на клавиатуре. В моем случае это клавиатура K270. Так что устраивайтесь поудобнее и будем начинать. Печатать эту деталь лучше с легким обдувом. Он необходим для получения лучшей детализации. Но так как мне пришлось временно снять обдув с принтера, то как говорится... ЗАЖАТЬСЯ КАК НИБУДЬ! В следующем видео я как раз и займусь установкой своего кастомного обдува. Но вернемся к нашим ножкам. Данная деталь хоть и кажется с виду очень простой, но при печати как всегда есть подводные камни. Суть проблемы заключается в том, что вот эти места у детали очень тонкие. И если не использовать юбку вокруг модели, которую потом достаточно проблематично удалять, то в этих местах деталь может отклеиваться. В данном случае деталь лучше печатать на подложке. Это улучшит адгезию первого слоя в тонких местах. Еще один момент заключается в правильной настройке периметров. Тонкие места детали нужно печатать исключительно периметрами. Толщина стенки должна быть такая, чтобы в тонких местах не печатались дно, заполнение и крышка. Иначе деталь в большинстве случаев отрывает и ее можно выкинуть в мусор. Параметры печати я использовал следующие. Столб 105 попугаев, хот-энд 245 попугаев, высота слоя 0,2 мм, высота первого слоя 0,2 мм, скорость печати 32 мм в секунду, скорость внешней стенки 25 мм в секунду, скорость первого слоя 15 мм в секунду. Материал я использовал АБС. Если зазор между деталью и подложкой подобран правильно, деталь должна достаточно легко отделяться. В моем случае воздушный зазор составил 0,18 мм. При использовании обдува зазор нужно немножко уменьшать, потому что при включении обдува слои пластика хуже спекаются и деталь также может оторвать от подложки. После окончания печати деталь слегка дорабатываем напильником, чтобы немного скруглить края и убрать лесенку слоев, а также малость подровнять углы. И после доработки напильником получаем что-то вроде этого. Для получения глянцевой поверхности нам необходим дихлорэтан. Этот шаг не обязателен, но после обработки дихлорэтаном деталь выглядит намного лучше. Для обработки дихлорэтаном нам необходима кисточка для красок, которой мы просто окрашиваем деталь, как если бы вы красили какой-то краской. Внимание! Не забывайте, что дихлорэтан токсичен и работу нужно производить в хорошо вентилируемом помещении. Наносить жидкость желательно несколько раз с промежутком 2-5 минут. За это время деталь успеет достаточно подсохнуть, чтобы можно было наносить жидкость повторно. И после обработки получаем примерно такой результат. Для того, чтобы ножка меньше скользила по столу и не царапала его, распечатаем еще маленькую деталь из гибкого флекс пластика. Это конечно не мягкая силиконовая резинка, но это лучше чем ничего. Параметры печати для флекс пластика следующие. Стол 95 попугаев, хотенд 245 попугаев, высота слоя 0,2 мм, высота первого слоя 0,2 мм, скорость печати 25 мм, скорость первого слоя 15 мм. Материал флекс. Приклеивать будем при помощи 502 суперклея. Много клея не нужно, достаточно одной капли, которую нужно размазать по всей поверхности. Пока клей не схватился, совмещаем детали и выравниваем. Ждем несколько минут, пока клей схватится. И ножка готова. Напишите в комментах, как часто вы теряли или ломали ножку на своей клавиатуре. Спасибо всем за просмотр. Кому понравилось, ставим лайк. Ну и подписывайтесь на канал, будет еще много всего интересного.